В республике ощущается нехватка специалистов технического направления. Хотя эта отрасль и поддерживается со школьной скамьи. Так, выпускники школ, которые сдали ЕГЭ по физике и математике на 80 баллов и выше, получают стипендию главы республики, если они продолжают обучение в Чувашии. Ну а предприятия сами находят выход из сложившейся ситуации и борются за каждого выпускника технаря. Представители Комитета Госсовета Республики по экономической политике на примере одного из предприятий изучили, как это происходит. У предприятия собственный научно-образовательный центр. Здесь могут повышать свою квалификацию те, у кого уже есть дипломы. Кто-то закончил техникум, кто-то вуз. В научно-образовательном центре по 80-часовой программе обучают релейщиков. Каждый выпускник получает сертификат, который дает ему право выполнять пусконаладочные работы и техническое обслуживание аппаратуры предприятия ЭКРА. Центр ежегодно может готовить более 500 специалистов. Но все же с нехваткой инженеров электротехнического направления предприятия знакомы не понаслышке. На базе ЭКРА создана очень уникальная школа подготовки кадров. Тут не только подготовки, а еще и переподготовки кадров. И, как там сегодня уже рассказали, здесь обучаются представители не только соседней регионов Российской Федерации, еще и дальнего и ближнего зарубежья. Впечатляет это не зря ЭКРА является таким достойным, серьезным конкурентом мировых таких производителей, как АББ, как Дженеровый Электрик, как Сименс. Мы считаем, что все равно наша ЭКРА лучше.